Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о небольшой поездке, которую мне удалось совершить. Это на водохранилище. И хочу похвастаться, я снял эксклюзивчик. В чем он заключается? То есть, что я снял? Я снял старую старинную деревню и остатки Римской крепости на дне водохранилища. А что это значит? Вот этот момент мне повезло. Когда водохранилище сливают в воду раз в 10-15 лет. И вот этот момент можно увидеть. Хочу я поделиться с этим эксклюзивом. То есть, кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной. Ну и кто организовывает самостоятельные поездки по Испании, пожалуйста, я рекомендую вам это место. То есть, в описании я выложу название, как добраться туда. Все это будет в описании. Итак, друзья, я начинаю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, дорогие друзья, сейчас я нахожусь на дамбе водохранилища Дуй-Декона. Отсюда хорошо видно, насколько спустили воду в водохранилище. И моя цель спуститься вон к тому дальнему мосту и все вам показать. Само водохранилище построено на месте старой деревни. Когда строили, деревню просто затопили. Помимо деревни, с ее строениями затопили и римскую крепость. Это все можно увидеть где-то один раз в 8-10 лет, когда спускают воду из водохранилища. Мне можно сказать, повезло, я снимаю этот эксклюзив. Так что все по порядку. По мере того, как спускаюсь вниз, я все снял. Ну и делюсь с вами. Вот я спускаюсь вниз. Ну и вот дошел, чтобы было понятно, что... Вот уже как бы дно водохранилища. И вот остатки от домов. Пожалуйста, вот это был затопленный дом. Чуть позже его опять затопят на самой реке. На реке вот это вот премьер. Там вот тоже видно, чьи старая какая-то была церковь. Я не знаю, что это. Вот. Вот это тоже уже заброшенный какой-то домик. Я его почему хочу снять. Вот смотрите. Вот здесь данные. Значит, кто-то здесь был в 2012 году, когда воду спускали. Вот. Кто-то уже отметился здесь. Вот. Что я вижу. А, вот еще 98-й год, да? И вот 98-й год. Кто-то спускался, когда воду спускали на вот это дело. Вот. Сейчас пойду дальше. Вот там уже бегает козочка. Если вы увидите ее маленькой точкой, то вот живность тоже ухода появилась. Она тоже что-то обследует. Может, водички пришла попить. Так. Иду дальше. Тут в низине, конечно, сильный ветер. Но я постараюсь передать вот это мое впечатление. Я приблизился к воде. Остатком воды, да? И вот тут наглядно видно какой-то дом. Вот тут печка, да? Вот эти стены дома. Вот здесь вот дом, где-то полка. Вот это вот все впечатляет. Конечно, настолько все такого гигантского размера. Я даже не представлялся сегодня, вот когда я ехал, что вот это меня может так впечатлить. Ну, иду, наверное, дальше. Посмотрим, что нас еще порадует. Ну, а тут, что я увидел, меня это вообще порадовало. Потому что это, будем говорить, не просто там какие-то там здания или еще что-нибудь. Это еще и затопленная крепость, друзья. И затопленную крепость я не ожидал здесь увидеть. Ну, вот как бы, тут на что не говорил. Потому что была еще затопленная крепость. Вот такая вот у нас гигантика в мире. Когда именно что-то поменять, все ломается, рушится. Вот, пожалуйста, вот это вот ступеньки, которые я заснимаю. Вот сейчас снимаю. И вот наверху, пожалуйста, вот остатки крепости. Вот и сюрприз. Как это могло вообще произойти, чтобы вот так вот... Но, может быть, благодаря этому и сохранилось все. Я не знаю. Но, скорее всего, что да. Хотя, это все, вот я хочу сказать, что это все делалось варварским методом. Почему? Вот я вам еще раз показал лестницу. И вот, если мы сюда пройдем, вот по вот этой вот скале, вот тут вот рядом. Где-то я вот здесь видел. Сейчас я постараюсь показать. То есть, вот тут закладывали взрывчатку. Прямо... А, вот. Вот видите. Вот это вот врывалось. То есть, они закладывали, по-моему, взрывчатку. Это вот это вот по всей стене, где я иду, это пробивалось. И они закладывали взрывчатку и взрывали. То есть, это все вот готовилось и делалось, подготавливалось вот это водохранилище, конечно, варварским способом. Ну, что сделаешь? Все страны прошли через это. Советский Союз тоже проходил через строительство водохранилищ. Пускали реки вспять. Но Испанию это тоже, видимо, не обошло. Ну, что, я вот добрался до самого конца, на самое дно, так сказать. Снимаю последние кадры. Вот, еще раз хочу с этого ракурса показать затонувший дом. Стою я вот на мосту, который, в принципе, его должно опять затопить. Вот, если так посмотреть. Не знаю, я не специалист. Ну, конечно, он в грязи. Грязь уже подсохла. Ну, вроде состояние неплохое. Вот, ну, и вот самый главный интересный вид. Это вот это. Конечно, это красота. Вот этот мост. Вот эта дамба. Если задуматься, что где я стою, надо мной должно быть где-то 10-15 метров воды сверху. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, вот, мое путешествие подходит к концу. Кто был со мной, кто меня посмотрел, я вас благодарю. Вот, еще раз на прощание хочу показать вот это вот. Хорошо видно затонувшая крепость на достатке. А, вот еще, что я забыл сказать. Здесь не видно так, наверное, не будет. Если я вот буду сниму, и там очертания еще одного моста речного, старинного моста уже. То есть, представляете, от этого моста еще метров 7-8 уже будет как бы дно. И почему, как я понял, это самое узкое место. Поэтому здесь была построена крепость средневековая. То есть, люди проходили через это узкое место и, как правило, платили дань. Это я забыл прокомментировать. Ну, вот, а теперь уже можно с вами прощаться. Все. Так что, кому понравилось, напишите что-то. Будете сильно критиковать, не критикуйте сильно. Потому что я это все снимаю без сценария. Без ничего, что в голову приходит, то и снимаю. Всем всего хорошего. Всех благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok